Азербайджан готов прекратить военные действия, если Армения выведет свою армию из Нагорного Карабаха и предоставит Баку план своего выхода. Об этом накануне заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего интервью телеканалу Аль-Арабия. Глава азербайджанского государства отметил, что Армения должна установить график вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе. При этом Алиев подчеркнул, что Нагорно-Карабахский конфликт должен быть решен путем диалога между двумя государствами. Он также отметил, что Азербайджан постарается восстановить нормальные отношения с армянским народом. Ильхам Алиев также в интервью телеканалу Аль-Арабия потребовал извинения от Парижа за слова французского президента Эммануэля Макрона о переброске сирийских боевиков в Баку для введения боевых действий в Нагорном Карабахе. Цитата. Вместе с тем президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Турцию необходимо официально включить в международные переговоры по Нагорному Карабаху. Об этом он заявил уже турецкому телеканалу ТРТ Хабер. Цитата. «Турция – важный игрок в регионе, сосед Азербайджана, сосед Армении. В дальнейшем мирном процессе, а он настанет, роль Турции, на мой взгляд, будет очень важной», – сказал он. Алиев также оценил усилия других стран, посредников переговоров по карабахскому вопросу по урегулированию нового витка конфликта. По словам президента, позиция Москвы сейчас ответственная. Он оценил уровень российско-азербайджанских отношений как высокий. Цитата. «На сегодняшний день сотрудничество с Россией на многих платформах проходит на очень высоком уровне. Мы относимся друг к другу как к стратегическому партнеру, что находит свое отражение в подписанных документах». В данном случае Россия показывает себя как большая и ответственная страна. «От России приходят положительные сообщения. Ее заявления сдержаны», – сказал Ильхам Алиев. По его словам, Армения преследует цель привлечь Россию в этот конфликт. «Почему Армения наносит удары по Азербайджану с территории самой Армении? Для того, чтобы мы в ответ нанесли на территорию Армении удар, чтобы Армения в свою очередь обратилась за помощью к России, к ОДКБ. У нас был шанс дать ответ, но мы знали, с какой целью они совершили эту провокацию. Армения хочет вовлечь Россию в этот конфликт, и я уверен, что они не добьются этого», – подчеркнул Алиев. Вооруженные силы Азербайджана освободили из-под оккупации город Джибраил, а также еще 9 населенных пунктов Джибраильского района. Об этом сообщил Ильхам Алиев в своем микроблоге в Твиттер. Напомним, что Джибраильский район Азербайджана находился под оккупацией вооруженной силы Армении с 23 августа 1993 года. Также 3 октября Ильхам Алиев заявил, что над селением Мадагис водружен флаг Азербайджанской республики, селению Мадагис, которому было возвращено историческое название Сугавушан. Таким образом, с начала контроперации 27 сентября азербайджанская армия освободила от оккупации 15 сел в Тертерском, Физулинском и Джибраильском районах страны. Всего за 8 дней контрнаступательная операция азербайджанская армия освободила от оккупации 25 населенных пунктов, а также ряд стратегически важных высот. При этом Минобороны Азербайджана сообщают, что вооруженные силы Армении снова обстреливают город Генжа со своей территории. Отмечается, что населенный пункт подвергается обстрелу с территории Бердского района Армении. Напомним, в воскресенье утром 4 октября вооруженные силы Армении выпустили по второму по величине городу Азербайджана Генже, находящемуся в 60 километрах от границы с Арменией, 4 ракеты. В результате обстрела Генжи погиб один мирный житель, 4 получили ранения. Позже вечером в воскресенье вооруженные силы Армении нанесли ракетные удары по азербайджанскому промышленному городу Мингичевир, а также Хызы и Абширонскому району страны, находящимся недалеко от Баку. Азербайджан сегодня заявил, что использование со стороны Армении ракет дальнего радиуса действия может привести к еще большей эскалации конфликта. По данным Азербайджана, с 27 сентября и по сегодняшний день в результате обстрела вооруженными силами Армении населенных пунктов республики погибло 24 и ранен 121 человек. Армянские власти указывают на гибель 18 мирных жителей. Телесные повреждения получили в общей сложности около 80 человек. Накануне в сети появились фото и видеокадры из азербайджанского города Гянджа, обстрелянного армянскими вооруженными силами. На кадрах видно, как азербайджанские мужчины выносят на руках из разрушенного здания 77-летнюю армянскую бабушку Карину Григорян. Женщина получила серьезные ранения в результате артобстрела и обрушения дома, где она проживала. Отвечая на вопрос журналистов о том, что бы она хотела сказать вооруженным силам Армении, Карина Григорян в первую очередь подчеркнула, что очень довольна азербайджанским народом. При этом она указала на то, что против любой агрессии, в результате которой страдают мирные жители. В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией появилась информация о том, что школы будут переведены на дистанционное обучение. Некоторые СМИ ссылались на Министерство просвещения России. Однако позднее ведомство отметило, что информация о переводе столичных школ на данный режим работы недостоверна, и пока такого решения не принято. Отметим, что в Москве с сегодняшнего дня решением мэра Сергея Собянина начались всеобщие школьные каникулы. Предполагалось, что они продлятся две недели. Их ввели из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Также с 5 октября городским организациям предписано перевести на дистанционную работу 30% персонала. При этом сегодня в мэрии рекомендовали компаниям отправить на удаленку до 50% сотрудников. За минувшие сутки в России выявили 10 888 случаев COVID-19. Умерло 117 человек. Поправились 3 181. Об этом сообщили в оперативном штабе. Темп прироста составляет 0,9%. У 26,5% заболевших нет симптомов. В Азербайджане из-за частых случаев заболеваемости в школах было принято решение перевести часть учеников на дистанционное обучение. Сейчас по такой системе учатся 27 классов республики. Согласно статистике, с начала учебного года и до сегодняшнего дня COVID-19 был подтвержден у 224 учащихся и 74 работников школ. При этом в Азербайджане за минувшие сутки выявлено 97 новых случаев инфицирования коронавирусом. Еще 91 человек вылечился и был выписан домой. Всего в республике коронавирусом заболело 40 788 человек. В Армении с начала пандемии зафиксировано 52 677 случаев с заражением коронавирусом. За последние сутки число инфицированных выросло на 181 человека. В Грузии зафиксировано 8 696 случаев заражения COVID-19. За сутки число зараженных выросло на 578 человек. На этом у меня все еще больше информации на портале moskvabahu.ru. И хороших вам новостей сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok